Приглашаю представителей казахского общества. Пожалуйста. Здесь на самом деле присутствует много-много представителей. Вот у нас Гельчичек, это непременный участник вообще всех, всегда поддерживает все мероприятия. И казахский, и татарский, и башкирский поет на многих языках, на русском, на украинском и так далее. Всегда его можно попросить спеть. Это вот Серик Тайгамбаев, профессор Схи Тимирязева, академик, академик экологической безопасности. Вот. Это Талгат Хасенов, который нас, Гельчичек, всегда поддерживает так, что, ну, мне кажется, вся Москва его знает, да. Вот. Это Гуля Бепперостанова, член Совета автономии, Серик вице-президент Совета казахской автономии города Москвы. Ну, и я, как бы, представляю тоже структуру Совета казахской автономии. Меня зовут Роман. Вот. И одновременно я являюсь учредителем фонда развития дружбы народов в Астане. Вот. Сегодня такой прекрасный вечер. И хочется сразу сказать несколько слов. Знаете, я когда смотрю на вот такие красивые светлые лица на любых вот национальных мероприятиях, на которых мы присутствуем, я вот все больше и больше понимаю, что вот мне просто повезло. Я родился в высоко горах Тиньшане, дружил всю жизнь с казахами. Украинцы были, чечены были у нас в нашем там деревне Каргалинка, называлось Аугласском, в котором я жил. Жил в юртах, ходил по степям, ходил по горам, когда работал геологом, видел эти прекрасные картины все. И начал понимать, что вот многообразие нашей национальной культуры, вот истинная дружба между людьми, это просто такое богатство, такая ценность, как... Ну, просто надо, ну, не знаю, мне кажется, молиться можно на это, что вот это есть. Вот. И я начал понимать то, что люди есть разные, есть люди разных национальностей, но самое главное у людей это любовь, дружба, справедливость, братство. И вот эти красивые чувства, они имеют множество красивых ханикок, и надо их чувствовать, понимать, надо их беречь. Вот. Поэтому вот во имя всего этого просто хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Хочу поблагодарить всех тех, кто устраивает вот такие праздники, когда у нас вечера дружбы, когда мы вместе можем общаться. Вот. И можем на друг друга, на друг друга посмотреть, с друг другом подружиться, где-то провести совместные мероприятия, друг друга лучше узнать. Поэтому просто хочется пожелать в этот Новый Год, который уже наступает у нас, вот почаще навстречаться, почаще дарить друг другу хорошее чувство, хорошее настроение. Ну а семьям любви, здоровья, благополучия. Вот сейчас я передам микрофон. Ну, я вообще-то внучка первоцелинников, наверное, третье поколение, которое родилось в Казахстане. Хотя у меня дедушка с бабушкой, с Бугульмов, с Татарстана, бабушка с границ между Башкирией и Татарстаном. Вот. Но в нашем доме всегда звучали абсолютно песни на разных языках. Ишим, на берегу Ишима у нас жили и удмуртцы, и чуваши, и татары, и немцы, и казахи. Анархи, да. И вы знаете, вот, например, о немцах, хочу сказать о наших, да, которые абсолютно владели казахским языком, очень много таких, да. И вот есть, даже если в интернете посмотрите, говорят, когда, например, Пасха, православный праздник, да, то все дружно отмечали друг друга с этим праздником. И Новый год, соответственно, и календования были, как ни странно, это же не казахская традиция, но тем не менее мы ходили, посевали, всеми посеваем с Новым годом, поздравляем, ряженными. Вот. Лепили пельмени, которые, да, бешформак, бешформак. Это, наверное, самое главное украшение казахского новогоднего стола, да. Причем он, наверное, не только новогодний. На самом деле традиционный Новый год – это наврус в марте. То, что нам досталось от предков наших, да, праздник, считается, что Новый год наступает с пробуждением природы. Это наврус. А уж Новый год, как бы, отмечается тоже так же и бешформак, хазы, да. Что еще? Бешбабаурсак. Это баурсаки. Про баурсак говорят только казахи догадались в тесто завернуть воздух. Вот. Это неприемлемый, а обязательный такой праздничный. Сегодня обязательно буду. Да. И, естественно, песни, песни, песни звучали всегда. Я не знаю, что, на казахском мы споем сейчас, да? Вот. Мы не будем изменять себе. В своем песне 60-х, Газиза Жубанова была такая композиция. Вам можно я селеку сначала с ловодом? Профессор. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня немного запоздали. Приведу свои извинения. У нас было немного... Были напоминания там у нас в посольстве, в ресторане были. Но спешили сюда попасть. И я рад, что мы сегодня попали сюда. Видим такие прекрасные теплые лица. Это ведь традиции башкир, татаров, казахов, киргизов, да? Очень много общего имеют. Сейчас вот товарищ историк выступал, говорил про юрты. И тут уж прямо как мёд на сердце у меня там. Я так вот вроде как не смотрел. Кто говорит, не обязательно вам глаза смотреть. Да, он плохо слушал, да. И сердцем слушал. Сейчас лучше человек сказал, вот в советское время мы все отмечали там, да вот Казахстан, я Казах, она тоже там северного Казахстана там. Нет. Нет. Я говорю, нет. С Казахстана я имею в виду. Я сильно здравствуй. Случай, человек, ты можешь толка-то перебивать, но меня не надо перебивать. Хорошо? Всех вообще. Я не перебивал вас? Так вот. Она перечислила все народы, а про казахов не сказал. Это это Казахстан. К чему было, вот, в советское время очень прекрасно было. Мы все жили в дружбе, как братья, да. Но отмечали почему-то, она правильно подметила. Вот на Рождественку, Пасху, там, крашеные яйца, мы детьми бегали там, к русским получали подарки, яйца крашеные и так далее, да. И религиозные, и светские праздники, христианские отмечали. А вот такие праздники, как, например, Маурус, он праздновался так, где-то в отдельных, а урнах втихаря. Вот, Саванту и Татарский, например, да, у меня северного Казахстана тоже вот так вот, как-то кулуарно. Там считалось советское время, что если отмечать свои национальные праздники, то это чуть ли не национализм. Мы могли сразу его привесить, чтобы национализм, но это и там дойти до того, что смоцить. Ну, такая политика была, и это мы все знаем. Хотим мы это принимать сейчас за веру, не хотим, но это было. Поэтому она повторила такие праздники христианские, а вот потом вспомнила про Маурус. Сейчас же, когда мы вроде как разъединены, но хотим объединяться. Объединяться мы все хотим, потому что мы жили в одной семье, но уже объединяться хотим на новых платформах, да, как конфедерация, со всеми своими традициями, языком, культурой, и чтобы это перемешивалось, и никогда не будет там главенствующей культурой или главенствующий язык не было. Вот русский язык и русская культура как объединяющая, это хорошо, это приветствуется, но не как главенствующая. В свое время Назарбах Ельцину в 97-м сказал Ельцин, ну а вы наши там братишки, да, вот была СССР, и Россия относилась ко всем там младшие братья, там казаки, узбеки, там грузины и так далее. И Назарбах ему сказал, Ларис Николаевич, мы равные, мы братья, и теперь партнерство и братство будет на равность. Нету старшего, нету младшего. Вот я за это равное состояние, равноправность, дружбу, солидарность и созидание совместное, русское, башкирское, казахское, татарское, чтобы оно всегда было уважаемо всеми нами одинаково, так же, как мы каждый из нас уважаем свою культуру. Познав свою культуру, свой язык, мы познаем через вот такие общения другие культуры, другие языки, и будем давайте относиться к этому с достоинством и большим уважаемым. Спасибо.